Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, мир новых технологий развивает или разрушает личность? Ну, начнем с того, что нет ничего просто разрушающего, кроме греха, конечно, яркого, явного греха, разрушающего личность. Апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. То есть речь идет об обладании, правда? Мешает ли нам сотовый телефон? Нет, он нам не мешает, он нам помогает очень и очень. А с другой стороны, как в недавней карикатуре, которую я видел, где две вороны смотрят на пугало в поле, и одна говорит, это пугало или человек? А другая говорит, пугало. Она говорит, почему? А у него телефона нет в руке. Вот, когда мы до такой степени увеличены развитием технического прогресса, то, конечно, это большой-большой, огромный вред для нас. Я знаю людей, их, к сожалению, очень и очень мало, но я их знаю, слава богу, которые управляют большими даже компаниями, и очень востребованы, и при этом не имеют мобильного телефона. Не имеют мобильного телефона. Сознательно отстраняя себя от этой зависимости. Потому что это, безусловно, зависимость. И так далее, и так далее. То есть, если вы пользуетесь техническим прогрессом, который сам по себе прекрасен, что ты садишься в самолет и за несколько часов совершаешь путешествие, на которое у людей уходили годы, ты видишь в коробочке, которую носишь в своей руке в любой момент лицо близкого и дорогого тебе человека, и можешь наслаждаться общением. Ты можешь узнавать многое, быстро получать информацию, быстро помочь другому человеку, правда? В одну секунду, переведя ему деньги или вызвав ему скорую на другом конце света. Даже можешь подарить цветы на другом конце света. И так далее, и так далее. Но если мы переведем всю свою жизнь, то есть роботизируем себя, подстроим себя под эти новые технологии, то, конечно, они поглотят нас. Но это не значит, что победит искусственный разум и искусственный интеллект. Это значит, что мы упростим себя до безобразия. Безобразие в прямом смысле этого слова. То есть потеряем образ, который был заложен в нас изначально. Я думаю, даже уверен в том, что никогда ни одна машина не сравнится с человеком. По уровню не то, чтобы интеллекта, а по уровню чувства. И я уверен в том, что сильные мира сего, я имею в виду не властителей, а я имею в виду тех, кто продолжает действительно вести человечество вперед за собой. Таких людей не так уж и много. Они всегда будут осознавая наступающие на человечество такой как бы тотальный электронный технический контроль, пытаться, как это точно сказать, пытаться, вот видите, даже вот такими словами сам начинаю говорить, развить, да, пытаться развить себя и развить свой интеллект, развить свою мысль, развить свой разум, чтобы опережать этого технического противника. Так что прогресс, мы с вами видим, это сначала сотворение всяких технических вещей. Он, конечно же, часть человечества преобразовал в каинитов и создал города, но в целом он служит всегда на пользу человеку. Так что постарайтесь из всего того, что вам этот прогресс дарует, извлекать пользу и избегать вреда. Продолжение следует...